Всем привет! Давненько не было видео, но я вернулся из отпуска и решил исправиться. Поэтому сегодня будет видео на довольно забавную тему, которой мы регулярно занимаемся, но про которую я как-то подробно в нее не вдавался. Это распознавание текстов. Вообще, конечно, бесполезно говорить про распознавание текстов в Computer Vision в целом, потому что существует бесконечное количество разновидностей этой задачи. То есть то же самое распознавание автомобильных номеров, про которых у меня уже было видео, это же тоже распознавание текстов. И тут сложно провести границу между тем, что у вас есть текстовый документ, в котором нужно распознать все строчки, и это будут абсолютно одни алгоритмы, к тому, что у вас система распознавания номеров. Это будут абсолютно другие алгоритмы, как детекции, так распознавание номера, так и т.д. и т.п. Поэтому я попробую в этом видео скорее несколько оконтурить это пространство, то есть с каких сторон вообще можно и как подходить к тематике распознавания номеров. Ну, номеров, текстов. Ну, поехали. В целом нужно запомнить, что большинство алгоритмов они состоят из двух частей. Первая — это детекция текста, вторая — распознавание символов в задетектированной области. Есть ли исключения? Да, конечно, есть исключения. Есть различные алгоритмы, там, как они, не ваншот, а полного цикла, когда там, например, дается сразу текст, страничка с текстом, и распознавание идет посимвольно, с переносом строки, алгоритм сразу на вход текст, на вход картинка, на выход текст. Там набор готовых сетей, еще чего-то. Я не видел такого на практике, не исключаю, что такое может быть. Для каких-то задач, возможно, это разумно. Но в целом обычно я вижу подход, когда есть алгоритм, детектирующий все области с текстом интересующие, и алгоритм, который постфактум... Возможно, какая-то постобработка этих областей, и алгоритм, который ползает внутри этих областей и распознает найденный текст. Собственно, теперь про детекцию. Для детекции текста существует бесконечное множество подходов, и опять же, они очень сильно обусловлены задачами. Тут нужно учитывать несколько моментов. Первое. Если у вас ваши области с текстом, они имеют плотную упаковку, то зачастую правильной работой с плотными областями это алгоритмы, которые делают детекцию в сложных условиях. У меня было видео с обзором детекции, вот там в углу оно появится, и снизу я его попробую в комментарии тоже не забыть добавить, в описании ролика тоже не забыть добавить. Это, соответственно, такой общий подход, то есть, когда много объектов, наложенных друг на друга, желательно использовать специфические алгоритмы детекции. Грубо говоря, какой-нибудь маска RCNN, который может сразу там различить много пересекающихся областей. Текст, он, конечно, не пересекается, но при детекции контуры, скорее всего, текст пересекутся, поэтому нужно аккуратненько их отделять. При этом понятно, что такой алгоритм не будет эффективно работать, например, для распознавания автомобильных номеров. Для автомобильных номеров лучше всего взять какой-нибудь там, в зависимости от вашего вычислителя, может быть, Йолова 4 Тини, может быть, еще что-нибудь. То есть, для автомобильных номеров детекция нужна другая. В каких-то ранних своих экзерсизах с распознаванием автомобильных номеров, году в 16-м, мы вообще делали это сегментационными сетками. И надо сказать, что сегментационные сетки для распознавания текста — это неплохо, и зачастую они дают очень хороший гарантированный результат быстро. Наверное, сейчас это несколько неэффективно по вычислительной производительности, да и по точности будет проигрывать другим методам. Но, в принципе, у нас есть алгоритмы на продик, где поиск осуществлялся сегментационно. Итого, на текущий момент мы уже имеем три подхода. Это детекция с помощью алгоритма какого-нибудь с плотной упаковкой. Это детекция с помощью алгоритмов разреженных, где там одиночные, может, какие-то текстовые фреймы есть. И это детекция сегментацией. Возможно, с какими-то добавками, финтифлюшками. Например, старт-стоп строки. Мы так тоже как-то делали с сегментацией. Описывает ли эти три подхода все варианты, которыми можно задетектировать текст? Нет, конечно. Ну, вот сходу приведу, например, пример. Вы детектируете текст на известном вам шаблоне. И этот шаблон вам хорошо известен. Шаблон не изменяется. Он не гибкая страничка с текстом, а фиксированная. Какой способ лучше всего задетектировать области с текстом? Конечно, найти кейпоинты этого шаблона. Вы находите, предположим, на листе четыре угловых точки или вокруг вашего бланка какие-то ключевые значения. Сразу переводите этот бланк в пространство вашей привязки. И у вас есть точная привязка всех ваших полей, которые вы должны распознать. Этот подход тоже очень хорошо работает. И вам не нужно тогда, как бы плохо текст не выглядел, сколько бы на нем не было бликов, сколько бы он не был засвечен, все равно вы знаете, где это место расположено на данном бланке. И вы гарантированно найдете текст даже в ситуации, когда все это фигово работает. Поэтому, ну вот, сходу привел такой вариант нахождения текста. Но эти нахождения текста в реальности всегда нужно смотреть на задачу и думать, а где можно что-нибудь там немножко срезать, немножко скостить. А можно ли где-то придумать другой алгоритм, который пойдет по другому пути. Может быть, вообще не нужно детекцию делать. Может быть, вы там... У нас в какой-то одной из работе шла детекция QR-кода, какой-то там заранее готовой библиотекой заказчиков. И потом относительно этого QR-кода мы могли там найти область вокруг, которая была с текстом. Это же тоже нормальный подход. Поэтому при детекции текста всегда лучше всего опираться на задачу. Хотя потом мы посмотрим варианты, где все это не нужно. Теперь про само распознавание текста. И с самим распознаванием текста, то есть как распознать текстовую последовательность, я, наверное, покажу несколько примеров того, как это в целом делается. Опять, там тоже много вариантов вообще к таким подходам. Собственно, один из самых древних подходов, который был, ну, таких классических, которые описаны. Я вот что-то эту статью нашел, еще одну не нашел, которая примерно тех же годов. Это, там, 15-й год. Соответственно, в этом подходе, как вы видите, использовался некоторый бэкбон из сверточной нейронной сети, поверху которого разбивалась итоговая feature maps на колоночке, и по этим колоночкам натягивалась какая-нибудь LSTM-ка или рекуррентная сетка. Есть немножко другие подходы к тому же самому, когда вот этот вот блок занимался, в нем реализовывались CTC-лоссы, которые немножко более физичные, чем вот такие рекуррентные сетки. Может, что-то где-то это сейчас будет. Секунду нет. Наверное, нет. Не то. Это что-то более свежее. Ладно, да. Короче, более поздний подход, он заключался в CTC-лоссах. Если интересно погуглить, там про них в двух словах сложно рассказать. Ну, это такой способ, когда у нас довольно удобно обучать сетку стабильную к некоторым небольшим ошибкам по сдвигу буквы, там по тому, как она может себя проявлять. Короче, различные алгоритмы анализа последовательности из некоторой выделенной feature map. Назовем... Так, у меня тут камера криво стоит, да? А! Сорян. Так вот. Да. Назовем, собственно, это вот так вот, что мы можем делать некоторые исследования feature map с помощью какой-то последующей сети там, сети или алгоритм. В целом, этот подход используется до сих пор. То есть, очень много популярных сеток по распознаванию, они используют какой-нибудь там стилоз в качестве основы. Это то, с чего начиналось. Есть противоположное, то, к чему сейчас все это приходит. А приходит это все к чему-нибудь вот такому, что, грубо говоря, вот были у нас там какой-то 2D feature map и какой-то там LSTM, CTC loss или еще что-то. А сейчас давайте захреначим все это дело в трансформер, сделаем энкодер-декодер, и трансформер все за нас порешает. И в целом, таких подходов с различным трансформером, ну, вот там, другой подход, да, с каким-то там трансформером, добавляем позиционный энкодер, и вот хреначим все. Ну, тут как... Это не совсем трансформер, ну, там, multi-head attention плюс LSTM какой-то. Все, ну, это тоже. Да еще у нас тут потом будут хитмапы того, где какие символы нашлись. Это вот то, к чему сейчас все потихонечку приходит. И там много топовых методов. Они сделаны, вот, соответственно, по каким-нибудь похожим методам. Какие... Что осталось за кадром? Осталось за кадром первое. Это общее направление подходов, вот, которое... Что-то я статью так сходу не нашел. Это когда происходит детекция первого символа в последовательности. И дальше сетка оценивает смещение к следующему символу последовательности. Это тоже довольно раннее направление подходов. То есть, у сетки, соответственно, выход это... Вход это какая-то небольшая область, плюс там, может быть, карта какая-то дополнительная, символов. Выход сетки это распознан... Ну, либо там... Вход сетки это указание на эту область. Выход сетки это сдвиг по XY относительно этой центра области, плюс распознанная это сама область, плюс указание, если у нас произошел конец слова. Например, Google, по-моему, таким подходом... Вот когда-то там какая-то старая работа, когда они распознавали номера домов в своих этих самых Google Street Maps и вот все это аналитики. Чуть ли не 2014 года что-то такое было. Но в целом я видел чуть более свежие реализации таких же подходов. Что еще нужно при распознавании символов сказать? За исключением вот последнего подхода сдвигового, то, что любые подходы с LSTM-кой или с CELOS-ом, они заофекчены очень интересной проблемой. Это проблема статистического сдвига по языку, который у вас есть. То есть это хорошо, когда вы распознаете текст и распознаете язык. В этом случае, если у вас там есть какое-нибудь слово машана, то понятно, что, скорее всего, это машина. И произошла ошибка. И если у вас там низкая достоверность, тем более на букве I, логичнее поменять ее на букву A. И, то есть, по сути, произвести некоторый поиск по похожим текстовым значениям, которые есть. И вот эта вот проблемка статистического сдвига по символам, то есть притягивать более похожие слова в места, которые вы не знаете. Понятно, что и человек этой проблеме там... В человеке есть встроенный механизм. То есть вы сначала прочитаете, скорее, знакомое слово, а потом, если он не будет подходить по смыслу, пойдете разбираться, что такое. И сетка также бесхитростно делает. Но тут нужно понимать, что когда статистика выборка обучающая у вас смещена относительно той выборки, по которой вы будете работать, ну, например, автомобильные номера. Вы распознаете автомобильные номера, и у вас обучаете по номерам из Москвы. У вас же в регионе будет всегда там 77, 99, 199, 177, 799, 777. И в результате, когда у вас... В тот момент, когда у вас будет регион 78, и восьмерочка так не очень хорошо видна, но в принципе вполне читается, скорее всего, сеточка вам дорисует его до 77. И мы очень часто натыкались на вот эту проблему при работе с любыми ctc-сетками и любыми их аналогами. Там контейнеры поезда, автомобильные номера, вот везде, где может быть какая-то статистическая там закодированная информация и обучающая выборка смещена относительно реальной, вот это будет проявляться проблема. Что делать в таких ситуациях? Собственно, первый вариант это тот подход, который я говорил, когда оценивается сдвиг до следующего символа и распознавание символа в некотором там прямоугольничке. При таком подходе можно сделать, чтобы он не был... То есть какая-то статистическая связанность с предыдущим и следующим символом может быть, конечно, но в целом сетка решает задачу распознавания символа в регионе. Второй подход, который очевидно абсолютно банальный, это сделать сегментационную сетку. Давайте там сегментируем все символы, ну, их центр, например. Причем мы можем сразу при этой сегментации распознавать символы, а можем, соответственно, сначала найти область символа и дать его уже на классификационную сетку, только вот регион символа. Какие минусы при этом? Конечно, минус ровно тот же самый, который был плюсом ранее. Это у вас если у вас есть какая-то информация локальная, дополнительная, которая может улучшить, то есть, ну, например, вы знаете, что у вас цена в магазинах там после точечки, скорее всего, в этой сети будет 0,0. Вы не будете использовать, скорее всего, при таком подходе вы не используете локальную информацию. Но вот этот вот баланс нужно ли использовать локальную информацию или не нужно, вы сможете оценить только после того, как попробуете несколько вариантов вот этих подходов на вашем датасете. Сегментация каждого символа это затратная задачка. Как можно пойти по другому пути? Ну, другой путь, собственно, представлен вот тут, что сегментацию символов за вас плюс-минус может решить какой-нибудь attention механизм. В принципе, мы вот такими типа attention'ами, назовем это так, пользовались еще году в 16-м, просто мы их немножко по-другому делали на тот момент. Но в целом, если вы сделаете любой attention с поиском той области по символу, которая вам интересна, это будет... Вы можете обучать датасетам, в котором у вас target это именно текст, а вход это image. то есть не делать target сегментационной картой. Что еще надо тут добавить? То есть, в целом, наверное, вот это вот, я закончу кусок, который про... больше про такую теорию, про то, как это вот в 15-ти минутах попробовать эту большую-большую область озвучить, как она с разных сторон выглядит. Понятно, что тут очень много информации я не рассказывал, там не показывал какие-то вариации алгоритмов, статьи, вариации того, как все эти методы друг на друг завязать. И сейчас я немножко поговорю про другое, что... А может, ну там... В современном мире часто оказывается, что реализовывать статьи уже не нужно, потому что за вас все сделано. И с распознаванием текст в принципе есть несколько классических библиотек для того, чтобы это распознавание делать. И я так бегленько по ним пробегусь сейчас. Первая классическая библиотека это, естественно, Tesseract. Минус Tesseract какие? Что... Ну, оригинальная версия на плюсах, хотя, по-моему, там биндинги какие-то питоновские есть для него. Основной минус, что, на мой взгляд, система, которая начинала разрабатываться в 85-м году... Ну, ладно, понятно, что там исходников с 85-го не осталось, то есть, скорее всего, это какие-то, может, исходники, ну, с 6-го, 5-го года. Вот. Ну, не суть. Система, которая начала разрабатываться тогда, сейчас ею практически невозможно ее хорошо настроить, балансировать и управлять, если что-то работает не так. Все, что я видел, люди, которые интегрировали Tesseract в свои решения, у них все не очень хорошо в итоге работало, и они не могли забороть очевидные проблемы. То есть, была какая-то демо, демо там, прототипы стабильно работали, но вот при переходе от этого демо к стабильному решению все ломалось. Я не использовал его, мне сложно сказать про то, насколько все сейчас отработает. Если вдруг у кого-то из пользователя есть опыт недавнего, там, в последний год использования Tesseract, напишите. По моему опыту, вот там, в каком-нибудь 18-м году, я знаю, там, попробовал его немножко использовать, он давал плохие результаты. Окей. Кроме Tesseract, есть, в принципе, еще два фреймворка совсем разных, которые реализуют распознавание текстов. Мы, опять же, на практике ими, скорее, особо не пользовались, ну, одним немножко там я тестировал для одной задачи, но я бы сказал, что они дают хорошее качество из коробки. То есть, ну, во-первых, MMOCR, серии MM мы много чем пользовались, там, MMDetection, MMAction, в принципе, использовали, не знаю, наверное, ну, MMCV, все дело использовать, ну, не знаю, короче, вот эта вот серия MMLab, это штуки поверх PyTorcha, и, в принципе, они более-менее неплохо работают из коробки, там небес, там, звезд с неба не хватают, но довольно аккуратно реализовывают топовые статьи, как бы вы видите, тут сколько статей 2001 года, и затягивают их к себе впрод. Конкретно MMOCR я не использовал, но я думаю, что тут примерно та же точность, которая на второй популярной либе есть, которая используется, это Paddle-Paddle OCR, и тут, в принципе, вот я экспериментировал по одной задачке, на английском все вообще шикарно работает, довольно сложные кейсы распознает, но для русского, например, их библиотек, ну, не сказать, что хорошо работает, при этом, она неплохо реализует TextDetection, поэтому, если вам нет своего времени для обучения TextDetection, вы можете взять их версию, и Detect текста у них достаточно стабилен к наклону, достаточно стабилен к какой-то дополнительной там зашумленности проблематики, у них есть разные бэкбоны для детекции, и там есть какая-то rectify этих боксов детекченных постфактум, и после этого, и в принципе, для большинства задач, скорее всего, если вам не нужно решать что-то сложное, или где там есть свой специфический датасет, то есть, например, мы там как-то решали задачку с распознаванием клейма на металлах, там очень часто символы были не очень хорошо пропечатаны, было много ошибок, и понятно, что из коробки там текст recognition не сработал бы, и detection, скорее всего, не сработал бы, но в целом, там для 90% задач оно работает, что касается самого распознавания текста, вот как я говорю, английский у них работал неплохо, русский почти не работал, скорее, но при этом используется много state-of-art сеток, и скорее всего, вместо того, чтобы реализовывать что-то свое, вот просто взять такой фреймворк, опять же, повторюсь, что из вот этих двух, которые мне как бы близки по тому, что там написаны и которые выглядят актуально, падал-падал, я использовал, мне понравился, MM-OCR не использовал, но при этом, опять же, скажу, что для абсолютного большинства задач мы все равно реализуем свои решения, там, просто банально, потому что все равно обучать свою детекцию ту или иную, и все равно там делать какое-то свое распознавание текста то или иное, вот, наверное, более-менее все, что я хотел сказать про OCR и распознавание текста в Computer Vision, если у вас есть какие-то вопросы, пишите, попробую на них ответить, всем пока! Пока!